Привет, друг! Как твои дела? Меня зовут Макс Саныч, и я представляю твоему вниманию свой жизненный путь. В книге собраны все мои ошибки и падения, но несмотря на все, я придерживаюсь своего пути, это путь воина без страха и мусора в голове. Я, как бывший веб-менеджер моего товарища, рекомендую Саню как персонала в сайтостроении. Адрес странических контактов 316 05878. Есть предупреждение, если вы не щебрете, у вас нет денег, идите на три буквы. Поняли, да? Итак, книга называется «Беседы современной молодежи. Проверена на практике. Лайфхаки для тех, кто держит доску объявлений на просторах интернета». Рассказ номер 14. Критика, критика, критика. Рассказ перенесет тебя в 12 ноября 2013 года. Итак, понеслась. Саня! Шо? С тобой кто-нибудь связывался на нашем портфолио Хальтауэ? На сайт или в скайп? Куда? А, нет, никто не связывался. По заказам у тебя есть статистика на сайте. Хартауэком. Какая там, какая там статистика? Посещение есть. Есть посещение. Я даю вот эту ссылку. Много посещений. Человек-мош 15 было вчера, позавчера 9. Хорошо. Оно когда как? А толку от посещения, если никто не пишет и не звонит? Хе-хе-хе. Ясненько. А вопросы задают? Вот мне вчера одна написала. Миколиса прикольная. Это вы тут работаете на Хартауэком? Да. Кем? Дворником. Хе-хе. Шучу. IT-секьюрити. Админом. Мммм. Что я должна была понять из этих страниц? Что на сайте выложены крутые брендовые логотипы, не разработанные этим сервисом или порталом, студией. Мне сейчас немного некогда. Это ссылки на то, чем лично я занимаюсь, там написано. Разработка дизайна? Ага. Я бы в вашу фирму ни за что в жизни не обратилась. Интересно, это почему? Потому что у самого сайта плохой дизайн. И примеры в работе я увидела целых три и тоже плохих. А ваши работы где? А при чем тут мои работы? Интересно, когда человек начинает кого-то критиковать, должен свое что-то лучшее показать. Я тоже так раньше думал, но это не так. Дизайн делается не для дизайнеров, а для обычных людей. Тех, которые не смыслят в дизайне. Это касается и всего остального. И я не критиковал, а я высказал свое мнение. Само мнение это хорошо. При чем тут само мнение? Я сейчас занят, давайте ближе к выходным свяжемся. Ну вы мне первые написали. Без проблем, я вообще спать ложусь. Удачного вечера. Покойной ночи, Вика Лиса, прикольная. Я вам писал вообще не предоставление веб-услух. Я поняла, я знаю. Увидела сайт и надпись «Работаем для людей». И, естественно, полезла смотреть. Уж извините, привыкла писать то, что думаю. Правильно, но когда заказчики пишут, что мы им делаем, все исчисляется в баксах. Правильно, молодец. Никто ничего не задавал, но критика это хорошо. Да. Я на такое не обращаю внимания. Ну, я думаю, наверное, зря. У нее у самой вообще никакого сайта небось нет. Вот она и завидует. Поговорить все могут, а вот сделать что-то никак. Да, сайт делает это всего лишь один процент из ста, но ее высказывания не единственные, да и конкуренция на фриланс огромная Ага, вот смотри, почитай, моя переписка с Дмитрием Заверниным, типа, типа, специалист, то, как и сколько должен зарабатывать, он все знает Хе-хе-хе, я, ага, Дмитрий Заверин, да, вот надо настроить, ссылочку, скинул на сайт, уже существующий фильтр на страницах разделов VIP, групповые, индивидуальные и т.д. Сделать, как на картинке по коробке, чтобы после поиска фильтры оставался на странице, чтобы в поиске корректно выдавалась информация, сейчас некорректное отображение в выдаче, бюджет 500 рублей Хе-хе-хе, за 500 рублей я с дивана не слезу, а уж тем более, когда столько работы, колька? Нолик один нужно еще подписать, если в русских рублях То-то вы работали на два часа! Так почему, если так все просто, самому не сделать? У меня другая специализация, а я как специалист, говорю, что не на два часа Ясно, а пять тысяч точно нет? Или, как всегда, дворник учит дизайнера, может, и не пять тысяч, но не пятьсот точно Может, тысячу? Я не с потолка беру сцену, я исходя из оценки нескольких программистов Так вот, на тысячу и остановились бы А то пятьсот! Хе-хе-хе Я, конечно, понимаю, что хочется подешевле и т.д. Но совесть тоже иметь нужно Вот мне вчера дебил попался, живет в Питере Пятьсот рублей российских Это почти сто гривен! Хе-хе-хе Он хотел, чтобы я ему за сто гривен сделал работу за тысячу гривен И на наши деньги, если что Хе-хе-хе Вот потому и должна быть эти косы везде У меня под диском та же хрень А вот у того дешевле Как говорится, скупой платит дважды Вот ложь, от этого мне не легче Купит у того дешевле, а там дрова А потом бежит ко мне Хе-хе-хе Хе-хе-хе Так и будет Насчет сайта, то я его переделывать буду А потом ко мне бежит за покупкой А у тебя как? Полностью флеш, причем со звуком Это люди возвращаются? Бывает возвращаются, когда как Но обычно, если сразу цену говняну говорит То уже ясно Такого рынок, поэтому надо воспринимать как должное Да я и воспринимаю как говнодалов Хе-хе-хе Ладно, болтать хорошо Мне нужно еще и чутко поделать для себя скриптов Да, Саня, я хотел тебе сказать, что для зарабатывания денег Надо сделать общедоступную доску объявлений Упрощенную для использования обязательно на белом фоне А своей работой, что ты умеешь со всеми наворотами показывать Как выставка Типа, что ты можешь, только надо все На это авторские права сделать желательно Сделаю я все на белом фоне Если бы была работа и деньги И не приходилось по месяцу искать один заказ То уже давно бы сделал Хе-хе А так куча времени уходит на таких дебилов Как я тебе вышел, написал Хе-хе-хе Работы дохера платить, нихера Хе-хе Ушлые какие собаки Вот и получается, что денег А значит искать работу Вот и откладывается Все в долгий ящик Успешного бизнеса, Саня Я тебе хочу дать совет Я со всеми навы, например И держу дистанцию Да я тоже на вратовку Чем больше Навы, тем больше Они думают, что их любят и уважают Козлы И как и тох платить не хотят Думают, типа Ну и хер с ними Была бы у меня дома Кнопка уничтожения мира Будем верен, я бы ее нажал Хе-хе Задолбало все и все Чем больше я знаю людей Тем больше я люблю собак В моем деле дистанция Помогает договариваться На те суммы Которые я выставляю Проверено Когда начинают Типа Давай на ты Это значит По психологии Ты уже с ним По его понятию Друг И типа Давай скидку Хе-хе-хе Я сразу пресыкаю Такое Нафиг Ладненько Пошел я кушать Успешного бизнеса, Саня Не падай духом Правильно Приятного, Макс Давай-давай Саня Шо? А ты давно ходил Подебоширить на барабанах? Да Типа давно уже Ну да Можно будет сходить Мы все собирались Как-то в том году Я с гитарой Ты на барабанах Оторваться Так сказать Да можно как-нибудь Денег подсобирать И пойдем Так сказать Пару выпускать Ну да Я не против как-нибудь Ага О, точно Че это за хрень Мне два раза Сегодня звонили Предлагали работу Ты там по-моему Когда-то работал Сейчас Ссылку найду И пришлю тебе Так А я-то иду на минут 20 Собакой погулять Хе-хе-хе Собакой? Ты собаку завел? Прикольно Не, я больше собак не хочу Да и мать тоже Разве что в частном доме Со своей Утепленной будкой А вот ссылка тебе На Ивари бизнес А это командный сайт Тут все расписание Вебинара Можешь один послушать И даже в нем Бесплатно поучаствовать Задавать любые Интересующие тебя Вопросы Вот ссылочка Итак, друг Ты слушал Очередной рассказ Критика, критика, критика Рассказ номер 14 Подписывайся на мой канал Каждую субботу Ты услышишь Мою аудиокнигу Все Пока-пока Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...